Из этого дома бывший муж Инны Коломайнин увёз её детей – Майю и Матвея. С тех пор прошло уже больше месяца, как дети не видели свою маму. «Месяц полный отчаяния», – так говорит Инна про июнь. Она не знает, где находится её семилетняя дочь Майя и пятилетний сын Матвей. По словам женщины, она привезла детей к бабушке – маме бывшего супруга. Оттуда, видимо, отец и вывез детей и до сих пор не сообщает, где они находятся. Надписи на асфальте перед домом бывшей свекрови с просьбой вернуть сына и дочь – это то немногое, что в этой ситуации может сделать Инна, чтобы придать ситуации огласку. Бабушка, которая передала детей папе, тоже перестала отвечать девушке. А потом и вовсе съехала с квартиры. Исключительный раз, когда Инне дали поговорить по телефону с детьми, и то после требования полиции, был 14 июня. С тех пор телефон бывшего супруга заблокирован. В субботу стоялся единственный звонок в Телеграм. И дети были очень замкнуты, они практически не разговаривали. То есть вместо весёлых детей, которыми обычно они являются, то есть не говорят наперебой. То есть сейчас они ничего не могли сказать. Только угу, ага. И Матвейка сказала, вот я спросила его, ты боишься? Он сказал, да, я хочу к маме. Матвейка повернулся, видимо, к папе, потому что у него такое было, как будто бы он спрашивает, папа, когда мы поедем к маме. Тишина в ответ. И он сказал, что мамочка, как нам найти твой дом? Инна утверждает, что отец редко общался с детьми. С её стороны препятствий не было. Сейчас мама переживает за психологическое состояние Майи и Матвея. Я общалась с психологами, давали комментарии клинические психологи. И понятно, они говорят, что это большая травма для ребёнка. Неизвестно, какими последствиями это обернётся. То есть, возможно, серьёзные психосоматические, поведенческие реакции. Инна несколько раз обращалась в полицию. Но поскольку отец не лишён родительских прав и нет решения суда о месте проживания детей, то по закону никакой криминальной составляющей в этом деле нет. Женщина обратилась к детскому омбудсмену Карелии Геннадию Сараеву. Он подтвердил, что в этой ситуации нарушаются как родительские права матери, так и права детей. На мой взгляд, здесь нужно привлекать к ответственности. Но у нас нет такой статьи, у нас нет такого преступления. Поэтому в настоящее время ситуация следующая. Папу разыскивают судебные приставы как злостного, неоплательщика алиментов. То есть не как родителя, который увёз детей. Потому что это вопрос конфликта взрослых двух родителей. То, что там происходит между ними, это вопрос, повторюсь, неурегулированных отношений. Подобные случаи в республике случаются часто. И, к сожалению, не все заканчиваются примирением сторон. Но Инна настроена бороться за своих детей до конца. Я бы им хотела сказать, что я вас очень-очень люблю. Я вас никогда не брошу. Я вас всегда найду и всегда буду рядом с вами. Если вы видели Майю и Матвея или можете сообщить какую-либо информацию по делу, можно связаться с Инной Коломанин по номеру телефона 8 911 438 19 89. А наш телеканал продолжит следить за этой историей. Наталья Ильина, Юлия Бараева, Варвара Ермоленко, Борис Касьянов. Служба новостей. Спасибо.